Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне однажды довелось работать со страховой компанией одной казанской. Ну, собственно, вел тренинги, занятия с страховыми агентами. Это довольно своеобразная работа. Там большая текучесть кадров. Часто приходят люди просто от отчаяния, не смогли найти работу, но там всегда принимают. Тут зависит от твоих способностей. Бывало, что человек закрыли завод или не, приходили, у них прорвался талант. Уметь уговаривать, убеждать людей. У них там свои есть уже правила, методички. Если второго раза человек не соглашается подписать страховой полис, уже не надо к нему уходить. Где-то из 21 попытки только одна учащается успехом. Человек согласится заключить договор страховой и так далее. В общем, мы с ним проводили такие занятия. И однажды во время занятия, там радио работало, и вдруг они говорят, ой, извините, подождите, что там говорят. А там был прогноз погоды, и вот так было объявлено в Казани, под Казани, что шквалистый ветер. Ну, они так, может, плохо расслышали и спрашивали, а что сказали, ураган будет или шквалистый ветер? Говорю, вроде бы шквалистый ветер сказали. Говорят, это очень важно. Почему? Потому что когда заключают страхование, ну, скажем, дачного домика, да, от пожара-то, может быть, от урагана. И вот если бы сказали ураган, и крышу снесло у кого-то, тогда страховая команда оплачивает. А если просто шквалистый ветер, это не страховой случай. Однажды мужчина застраховал, говорит, от пожара в свой домик, а у него крышу сорвало. А такой случай не предусмотрен. Была даже такая байка, может, и правда, называлась даже фамилией человека, японец, сотрудник страховой компании, не помню, конечно, его имя, но он застраховал, как патриот своей компании, от всех возможных неприятностей в свою жизнь. Утопление, гибель в пожаре, там, а катастрофе, ну, все-все-все, что угодно, да. Он погиб, конечно, да, но очень необычным способом. Самоубийца бросился из окна небоскреба и упал на него. Оба погибли, но такой случай не был предусмотрен. Его семья ничего не получила в страховке. Ну, что еще интереснее, вот в этой страховой компании, ну, были две женщины, которые пришли тоже. Вот одна просто из интереса, ну, муж обеспеченный человек, в общем-то, ей скучно стал в дом сидеть, нашла какую-то работу хотя бы еще, да. На вторая, действительно, потому что, ну, другой на работу не нашла, пришла вот в страховую компанию, и что-то неделю-две проходит, но не исчезли. Я их спрашиваю, а где Елена с Наташей, что они уволились, говорят, в общем, да, уволились. Они стали ходить, как страховые агенты по разным фирмам, предприятиям, предлагать там свои услуги. Они два года искали работу. Ходили на биржу труда, давали объявления в газетах. Оказывается, работа ждала их. После нескольких заходов в фирмы, оказывается, там были вакансии, где их просто ждали. И они сразу устроились туда. Работают страховыми агентами. То есть, чего-то в жизни не бывает. Ну, не надо терять надежду, главное. Выкрутимся. Есть на свете, и у нас во многих домах, квартирах, такое замечательное животное, как кошки. Даже считается, или такая гипотеза есть, что они не просто так родились на Земле. Их оставили инопланетяне, которые были на нашей планете, когда-то улетели, но кошек оставили, чтобы присматривать за нами. В этом что-то есть. Самое таинственное, интересное животное. Поэтому на них часто исследуют психологи, нейрофизиологи, работу мозга, зрения и так далее. У кошек такое полуцветное интересное зрение, оно обратное. Вот они, скажем, зеленый цвет видят, как красный. У них очень хорошее ночное зрение, очень тонкий слух. Кошка в ультразвуке мыши, которую в подвале слышат на третьем этаже. Ну, совершенно другой животный, не как мы. И спит кошка где-то 16 часов в сутки. И вот исследовали, а что ее мозг делает, когда он спит. И оказалось, что зрительные нейроны, которые идут, сигналы в мозг, вот те зоны нейронов, которые управляют зрением, но кошка-то спит, ничего не видит в то время, да, они начинают сканировать внутренние органы и передавать информацию в мозг. То есть она как бы просматривает свои внутренние органы, возможно, и заболевания, там профилактику начинает делать и прочее. Даже в этом совершенном животе вот это предусмотрено. И в связи с этим, может быть, есть какой-то смысл в том, когда вот говорят вещи и сны. Ну, вот человеку может что-то присниться, ну, сонники есть, ну, даже просто вот что-то такое вот неприятное со мной случилось. Возможно, какая-то частичная у нас тоже такая способность. И стоит, ну, хотя бы сходить к врачу обследоваться. Такой вот сон, что у меня что-то там не то, он, возможно, пришел через этот кошачий механизм сканирования внутренних органов во время сна. На всякий случай лучше сходить к врачу, а вдруг там действительно что-нибудь началось, и вовремя это можно оккупировать. Вот если вспоминать великого действительно человека, императора Петра I, по-разному к нему относятся, вырвал нас из болота, да, там историки, как говорят, ну, не менее третье население в его правлении просто погибло в войнах, на строительстве Петербурга, кто-то говорит, и до половины. Но всегда Петру приписывают им такую заслугу, что ли, да, что он вот какая-то тупая там, совершенно дикая Русь, которую он ввел в Европу, открыл окно, то ли дверь прорубил и так далее. И вот именно с тех пор у нас в подсознании вбито вот это вот идиотское неправильное понимание, да. Даже так говорим, вот евроремонт, вообще европейский, да, европейское качество. А что, русского качества не может быть? Или китайского? То есть всегда мы уже привыкли вот как с такой-то позиции смотреть униженности. Ах, вот там все хорошо, и там-то и сейчас, тем более, не все хорошо, не все медом намазано. Но, собственно говоря, это почему неправильно. Вот наши предки далекие, допетровские, скажем, предки, да, вот говорили такое слово, как немец. Какой немец? Они себя дойча называют, да? А это немец. Немой, то есть, немой человек. Тарабар еще не несет какую-то, не по-русски, я не понимаю, как с ним им разговариваешь. Гордость наши предки имели. Немец. А вот итальянцам называли Фрязины. Город Фрязины из Подмосковья. Фряжские гости с юга. Итальянские архитекторы строили московский Кремль. Многое в архитектуре потом сделали, свой вклад внесли. Скажем, те самые знаменитые пушки, которые Петр отливал из колоколов монастырей. А в Архитерийском музее в Питере есть пушка чугунная, 1600 года, отлитая в России. В монастырях особенно увлекались этим, делали пушки. Они продавались в Голландии, в Англии сотнями, еще до Петра Первого. Европейские металлурги не смогли делать еще на пушке. Делали из дорогой бронзы. А наши могли. То есть, вот эта искаженная наша история, вранье. И до сих пор у нас сидит вот это, что у нас хуже, чем там. Нет, у нас все по-своему есть хуже, и у них что-то есть хуже, у нас что-то есть лучше. Вот эти изысканные кухни, лягушачьи лапки у французов, улитки, устрицы. Почему? Да жрать было нечего в России, в Европе. Какому русскому придет в голову лягушек жрать? В самые серовые годы у нас всегда было что есть, на всяком случае. Хотя бы солому с крыши или лебеду, но уж не лягушек. Пицца. Что такое пицца? В бедной итальянской семье осталось. Вот горсть муки осталась и всякие объедки, огрызки. Вот из нее делали пиццу, куда швыряли все что угодно. Сейчас вот пиццерия, изысканная кухня итальянцев. Или суши. Или суси, как правильно называть, да? Если митсубиси, то суси, если митсубиши, то суши. Японский рыбак уходил в море, в лодке костер не разведешь, он заранее брал с собой плошку риса вареного, ловил рыбу, эту на продажу, а эта вот там помятая, поврежденная, эту можно съесть. И вот эту сырую рыбу он заворачивал в рис и съедал, это было суши. Это уж такой фастфуд, что даже Харуки Мураками в своих книгах, романах никогда не упоминает суши, что приличный человек в Японии их кушал. Ну, тоже сошли с ума. Объедки, фастфуд, отбед, а этот сыр с плесенью. Ну, русский человек сыр с плесенью выбросит свиньям. А француз нет, он сожрет. Сейчас опять нам вбивает голову, это изысканно. В общем, посходили с ума, надо возвращаться. Спасибо Петру Первому за технический прогресс, но вот то, что он вбил в голову, в общем-то, отрицательно он нес еще больше. Включая курение, которое он внедрял просто промышленными масштабами. Отдадим должное ему, но с другой стороны не надо сходить с ума. Пора приходить в себя. Давайте еще немного о хорошем тоне. Как-то в одной из программ я упоминал, да, что сейчас почти никто не до улицы не ходит под руку с дамой. Может, пожилые только люди, старших поколений. Здесь тоже надо помнить, да, у вас как мысленно на левом боку шпага, чтобы даму не бить по ногам, она должна идти справа, вы ее под руку берете. Ну, молодежь так сейчас практически не ходит. А вот молодежь все-таки приглашает же дам, девушек в кафе, там, в ресторан. И вот здесь тоже есть элементарные правила хорошего тона, которые надо соблюдать. Ну, скажем, в зал ресторана мужчина должен ходить первым. Не пропускать даму, он не ходить первым. Он принимает на себя нескромные взгляды, посетители, которые сидят, конечно, неизбежно посмотрят, да, оценить вашу даму. Ну, тоже обращаясь к метродотелю, проводить до столик, и подходят туда. Как сесть до столик, да? Но если он маленький, такой кафе, кафе мороженое, ну, на двоих столик, да, ну, напротив друг друга садятся. А вот если такой стол на четверых, шестерых человек, ну, будет сидеть вдвоем. Садятся на угол так, что, как бы, дама справа от мужчины, по правую руку. И он тогда, если там предлагает кушанье, там, наливает вино и так далее. Или когда вот банкетный стол длинный, да, сажает даму мужчину очередно. Вот дама, которая справа, она, как бы, должна обслуживаться мужчиной, который сидит на нее слева. Он ей тоже предлагает, наливает, там, угощает и так далее, развлекает разговорами. Вот. И еще одно, когда вот на угол сели дама справа, по правой руке от мужчины, ее нужно посадить так, за какой угол-то посадить, чтобы за ее спиной не ходили официанты, не ходили посетители. То есть где-то в угол, к стене, вот, ну, в таком, как бы, закрытое заднее пространство для дамы. А мужчина в более неудобной позиции, но он же мужчина, раз пригласил даму, то надо соблюдать этот этикет, который давным-давно был отработан в нашем мире. Его надо соблюдать, в конце концов. Это важно, это камерефо. Недавно, да, уже забыл у себя о библиотеке, перебирал, нашел книжечку, такая небольшая брошюрка, ну, один психотерапевт из Ешкар-Алы. Ну, вот так вот советы дает, там, ну, как обучение психотерапии, что ли, для чайников, да, для каждый день. Ну, вся психотерапия сводится к чему? Забей на все, плюнь, все хорошо, там, и так далее. Ну, видали мы таких психотерапевтов. И вот там он очень гордо, так научно прям заявляет. Я вот проанализировал все русские сказки и понял, какой же мы там деревовый народ. У нас все время ждем какую-то золотую рыбку, там, щуку волжебную на печи и прочее. Нет бы, как западники, вот они все сами, все умеют, все берутся там, прочее, прочее, прочее. Психотерапевт все-таки плохо изучал русские сказки. Есть русские сказки Афанасия, очень похабные такие, что Декамерон отдыхает. Есть русские былины про Ивана Крестьянского сына на Калиновом мосту. И много-много чего другого, но он прочитал в каких-то, значит, не тех, не самых типовых сказках, ну, даже про Емелю на печи, да. Сидит на печи, поймал щуку. Ну, за щукой он все-таки сходил на реку-то, на прорубь. Ну, щука желание его исполняла, он, значит, их реализовывал и лежал на печи. Знаете, еще с этим Емели лучше не шутить. Однажды в XVIII веке Емелю все-таки разбудили. Слез он с печи и представился. Здравствуйте. Моя фамилия Пугачев, Емельян Иванович. Вы еще раз хотите его? Не стоит. Не будите русского Емелю. До свидания.